Помогая другим, вы помогаете себе. Здравствуйте! В эфире «Область добра» — программа о тех, чье призвание делать добро и о тех, кому эта помощь прежде всего необходима. Мы рассказываем об отзывчивых людях и их поступках. В Приамуре стартовал конкурс «Амурский благотворитель». Заявки на него могут подать как сами меценаты, так и благополучатели. Размер благотворительной помощи может быть любым. Главное — это рассказать о том, что помогать — это важно. Конкурс «Амурский благотворитель» поможет рассказать об успешных проектах, организациях и людях, которые оказывают поддержку социально незащищенным жителям области. Его цель — развить благотворительную деятельность в Приамуре и поблагодарить тех, кто помогает людям. Инициатор конкурса — областная общественная молодежная организация «Пульс» при поддержке фонда президентских грантов. Победители будут определять в четырех номинациях — предприятие, некоммерческая организация, человек и средства массовой информации. Заявки на участие принимаются с 1 июня по 1 сентября. Адрес электронной почты amurblacksobakalist.ru. Дополнительная информация по телефону 8 416 2 770 710. Вот уже несколько лет Дмитрий Даньков помогает участникам клуба «Бег к мечте», предоставляя им воду безвозмездно. Казалось бы, мелочь, но значимая. По его словам, помощь людям — это главная мотивация совершенствоваться самому. Чтобы кому-то что-то давать, нужно к этому прийти внутри. Для меня всегда был образцом мой отец, который всю жизнь делал благие дела, причем не получая ничего взамен. В будущем детстве я это не понимал, а с возрастом я это принял. Любя спорт, занимаясь спортом, ведя по возможности активного образа жизни, я встретил в своей жизни прекрасного человека Альбина с ее компанией «Бег к мечте». И я заразился этим видом спорта, и я считал значимым для себя чем-то им помочь. Я видел, как они радовались, как они звонили все утро, Дмитрию нужна вода в каких-то количествах. Мы привозили, и потом вот эти искренне благодарные были слова в свой адрес. Но это дорогого стоит. Вот такие люди, они, конечно, мотивируют. Кстати, Дмитрий принял участие в забеге лишь в прошлом году. Говорит, для него это был сильный поступок. К марафону не готовился, однако к финишу добежал. Был предпоследним, но самым счастливым. Предприниматель помогает клубу «Бег к мечте» уже три года и ничего не требует взамен. Для меня это какой-то там духовный личностный рост. Я смог это сделать, и я ощутил доброту внутри себя. Мне стало легче, я улыбнулся, я понял, что я стал немножко значимее, немножко другим к людям, к ситуациям. Это не забирает, это придает. Дает хорошее настроение, дает импульс, переосмысливаешь вещи. Ты же можешь это сделать, это не трудно, но нужно это делать всегда. Помогает амурчанам быть здоровыми. Александр Гриценко начал сдавать кровь, когда был студентом. Сегодня он почетный донор России и Амурской области. Почему, по его словам, сдавать кровь не только важно, но и полезно? Расскажем далее. В студенческие годы у нас тогда еще был Благовещенский медицинский институт, и два раза в год у нас устраивались, так сказать, день донора для студентов. В то время, далекое в 90-е годы, это было выгодно, потому что давали тушенку, давали шоколад. То есть, это для студентов был какой-никакой паек. Это, во-первых. Во-вторых, было два дня отгулов, то есть, по справочке. А потом, когда я начал работать в реанимации, сложилась такая однажды ситуация, что необходима была кровь для пациента. У меня группа крови четвертая отрицательная, то есть, это очень редкая. И я четко понимал, что ее найти очень сложно. Ну и как-то вот раз сдал, два сдал. А потом меня пригласили на станцию переливания, предложили стать кадровым донором. После этого у Александра стали брать кровь для разных пациентов. К тому же, говорит, эта процедура помогает и его организму. Для мужчины это полезно. Кровь сдавать, потому что обновляется кровотворная система, чувствуешь себя намного лучше, давление регулируется и так далее. Ну и, соответственно, у нас еще и обследование было. В связи с тем, что я кадровый донор, на меня была заведена индивидуальная карта. Я проходил дополнительное обследование. И, скажем так, это еще и полезно для самого себя. То есть, если ты знаешь, что ты здоров, если хоть какое-то отклонение есть, из донора тебя уберут автоматически. К сдаче крови доноры готовятся заранее. Три-четыре дня соблюдают специальную диету, режим дня. Нервничать им нельзя. Ведь стресс влияет на состояние крови. По словам Александра, он всегда готов прийти на помощь. Ведь он доктор и давал клятву Гиппократа. Помогать остальным людям, ну, это же очень благородно и честно, да. Потому что самое страшное в том, что когда человек болеет, а найти нельзя. Заменить это нечем, к сожалению. У нас очень много всяких разных препаратов, медикаментов и так далее. Но работая в реанимации, я точно знал, что если не перельешь, толку не будет. Все эти заменители, они хороши, но в том объеме лечения не приносят успеха. В Первомайском парке завершаются работы по установке игровой площадки для особенных детей. Оборудование для него стоимостью 9 миллионов рублей приобрел фонд «Обнаженные сердца». Он организовал программу «Игра со смыслом». Благовещенский проект вошел в пятерку победителей. Будучи в Москве на конференции, я была на пресс-конференции у Натальи Водяновой, подождала, пока закончится, подошла к ней, сказала, кто я, что я, откуда. Сказала, Наталья Водяновна, у нас вот есть такая вот Амурская область, город Благовещенск на границе с Китаем, 800 метров Китай есть, космодром есть. А вот детской площадки, инклюзивной, где бы занимались, играли дети с инвалидностью, с разной, и дети обычные, да, у нас нет. Так как была проведена колоссальная работа, Благовещенску разрешили подать заявку. Земляные работы провела бесплатно одна из подрядных организаций города. Построить площадку планировали на Амурской, 213, но по нацпроекту там возведут детскую поликлинику. Поэтому решили разместить площадку в Первомайском парке. Ну, я считаю, что это, наверное, самое лучшее решение для детской такой площадки, потому что здесь инфраструктура, и зеленая зона, и транспортная доступность, охрана. Опять же, то, что было одним из условий проекта, чтобы была охрана, и дополнительное освещение и туалеты, которые нам уже поставила администрация. Оборудование для развития моторики и координации движений, игровые комплексы, большое количество разнообразных элементов. И что немаловажно, первая площадка имеет пандус, который необходим для малоподвижных детей, и ограждение, в котором нуждаются дети с аутизмом. Мы разбили на три площадки. Первая, которую вы видели, это у нас был и будет площадка для детей от нуля до шести лет. И она очень хороша для детей с аутистическим спектром. Эта площадка, получается, веревочная, веревочный парк. Она задумывалась, как изначально для таких двигательных активных игр на свежем воздухе, с теми же нашими волонтерами, допустим, кафедры адаптивной физкультуры со студентами. И третья площадка – это вертолетная площадка, уже тоже с мягким покрытием. При этом каждая площадка оборудована информационным щитом со сведениями об организаторах и правилах поведения. Схема площадки, где что расположено, и получается, шрифтом Брайля отмечены все у нас элементы. И вот таким значком у нас отмечены все элементы, инклюзивные, скажем так, где могут играть и дети нормотипичные, и дети с различными заболеваниями. Здесь надо отдать внимание именно родителям, чтобы родитель понимал, насколько физически ребенок сможет со своими физическими возможностями залезть на тот или иной элемент. Потому что ответственность за жизнь своих детей будут нести только родители. Ознакомиться с такой информацией – одно из основных условий пребывания на той или иной площадке. Инклюзивная территория на сегодняшний день единственная не только в Благовещенске, но и в Амурской области. Она занимает площадь более 3,5 тысяч квадратных метров. На площадке дети смогут играть и развиваться не только летом, но и зимой. Клуб любителей закатов организовали в Благовещенске. Инициатором стала Оксана Савченко. Она давно мечтала творчески проводить время на свежем воздухе в компании единомышленников. Кстати, мастер-классы по рисованию и поездке бесплатные, и каждый участник группы может предложить свое время и место встречи. Шелест первой травы, ароматы полевых цветов, небо в сумерках и запах кофе. В такой атмосфере прошла уже не первая встреча членов клуба любителей закатов. Кофе амурчане использовали в качестве красок. Из столовой ложки кофейного концентрата каждый участник написал свою картину. Кстати, уже 5 июня желающие смогут увидеть закат в маховой паде. Организаторы также обещают прогулку по сопке, чайпите и песни под гитару. И на сегодня у меня все. Дарите добро друг другу и смотрите программы Амурского областного телевидения. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова